Второго концерта было в 23. Концерт шел уже 3 с половым часа и заканчивался в полночь. И меня маленького не отпустили, я вынужден был встать в билет. Вот сегодня с огромной радостью, если можно, можно только прийти на концерт посмотреть, но и общаться с этим великим писателем, просто с очень умным человеком. Надеюсь, вас ждет больше трех часов потрясающего отдыха. Наслаждайтесь. Наконец-то случилось то, чего мы с вами так долго ждали. У нас в гостях Михаил Садонова. Спасибо. Благодарю. Боря, просто не отрублено, что за 3 часа. Вообще-то меня рассчитывал, что на 5-6. Не надо меня отгонять от радости. Я действительно последний раз был в вашем городе 89-го. Это правда. И с тех пор меня не приглашали сюда. Поэтому я не виноват. Но должен сказать, что город с тех пор лучше всего из них. Очень красивый город. Ощущение, что его последние годы дюбревали кутеревой водой, и он, кажется, на цветок распустился. Очень красивая, конечно, набережная. И будем надеяться, что все-таки на строй берем. И Вениталевский цирк, который входит в 5 лучших цирков мира. И там даже ресторан есть для животных. Но все очень приорвает. И музей Калашников. Вы знаете, что этот великий человек Калашников – самый известный человек в мире. Но не будем только считать прецедентов сегодняшних с мировым именем. Они еще не ходят, потому что про них забывают сразу. Как долго они теряют свое место. А ведь Калашников уже много лет самый популярный человек в мире. Потому что во многих странах, ну, скажем, их называют развивающимися, ну, всех странах развивающихся, но во многих странах знают его, а Гагарина не знают, между прочим. Потому что это круто иметь Калашникову дома. И сюда больше, чем в десятках гербов стран входит от Калашникова. Уникальный человек. Уникальный. Ему много лет. Он в здравомыслии находится. И я вас поздравляю. Вообще, ваш край рождает людей очень интересно. И Чайковский отсюда, и Кулакова отсюда. Я же помню, как она бегала на лыжах. Это воспоминание Кулакова. Это был мой первый телевизор в доме. Ну, что вам сказать. Хорошо, интересно было приехать в Удмуртию и посмотреть на ваш город. Я еще был в Екатеринбурге. И у меня был в Пермейке. У меня такое интересное наблюдение. Когда смотришь телевизор, не видишь положительных качеств жизни России. Они все время показывают дрянь какую-то. Они все время стараются показать человеку, что все плохо, дабы он стал рабски мыслить. И вот есть такой фильм, «Жила-пала одна баба». Он недавно вышел на экраны, не советую смотреть. Погано и противно. Спонсоры – это вот Абрамович, Березовский, Медвежсинка, Байс. Эти люди, обокравшие Россию, споншируют фильм о том, как им глупо жить в России. Я понимаю, почему они не любят Россию. Потому что преступник всегда ненавидит свою жертву. Они ее обокрали, и сами же на нее реагируются. Когда ездишь в Россию, видишь на все другую Россию. Я в Екатеринбурге жил в гостинице на верхнем этаже, и я вам скажу, «Хаяк» называется. Ну, что вам сказать, красивее, чем в Санкт-Петербурге. И вот две набережные в Миге вот ваша достроится, поэтому я не позову ее второй. Вернее, самое красивое для меня набережное, где в Коваровске и Герек-Амуре. Потом будет ваша, а третья в Ницце. Почему я не шучу? Ну, что Ницца? Ницца тропиарена. А на самом деле все сдавлено, небо мало видно, а в море пахнет парфюмом, в море пахнет парфюмом. Ну, потому что там все в парфюмерии заходят и стоят в море, а в море пахнет парфюмом. Это же просто пропиаренное место. Вот, поэтому я так сегодня сказал Борису. Дискотека где-то? Да. Я сегодня сказал Борису, что поскольку у меня в Америке не пустает, я теперь буду ездить в УЖС, и выкредили. С самого начала что хочу сказать. В зале много молодых людей, это же бед моей гордостью, что молодые ходят ко мне на концерт, значит, тема современная. И я понимаю, почему их стал привлекать, мои выступления стали любимыми. Дело в том, что у меня открыты блоги на нескольких ресурсах. Есть и в Татарке, есть и в Мыльнике, есть и в живом журнале, и в Фейсбуке. Нет, меня нет только в Одноклассниках. Ну, это вообще не шняка была. И вот у меня нужны мои Одноклассники. Одноклассники. Но, между прочим, я добился там успеха. Я, ну, возраст уже такой, когда хочется поделиться своими мыслями с молодыми. Далеко не все молодые люди могут попасть на концерт. А простись в интернете им нравится. А мне хочется рассказать о том, что я знаю. Допустим, про историю Руси, про забытую, про украденную историю Руси. Конечно, я не могу об этом говорить со сцены. Все-таки приходят на Задонова чисто пооржать. Значит, я могу витаминки вставить в свой концерт, но недолго, потому что уже больше пяти минут некоторые, когда ржать-то нацел. Две, два, либо заплодили, а ты, нам, ржать-то. В смысле, один даже аплодисментар остался, мол, давай ржать-то. И, конечно, в интернете я могу какие-то писать интересные, делиться, как мне кажется, интересными мыслями. Вы знаете, оказалось, что многим это интересно. И слава богу, что есть интернет, потому что образование, вы сами понимаете, не дает сегодня глубоких знаний, настоящих ли я в образовании. Потом расскажу то, что я думал, потому что это на десерт. Ну, и что вы думаете? С молодыми получилась у меня другая. Нам, мне удалось задружиться со многими. Вообще интересно, я выступал когда в Ургане, передо мной выступал Стас Михайлов. Я знаю, в саде есть, не, я знаю, в саде есть интеллигент, а в саде есть интеллигент, а в саде есть интеллигент. Сейчас я вам объясню, да. Сад, я верю за саде есть интеллигент. Я не знаю, я не знаю. Я, кстати, тоже не знал, но я зашел в этот фильм, послушал его песни. Ну, я много не видел, сколько песен он слушает. Песен 10, наверное, не больше, потому что вообще у меня было ощущение, что он поет одну песню. Первая часть, я без тебя, вторая, ты без меня. Я не настолько пожилая женщина, чтобы это сон был. Это я видел, сейчас живу президентом из Вечер, потому что он ее любимый Герецкий. Но ко мне пришли организаторы моего концерта и сказали, мы вас в Стасе уважали, я говорю, понятно, раньше вы меня не уважали, из чего, потому что такая же вот. Они мне выделили, у вас один и тот же зритель со Стасом Михайловым. Слушайте, я возгортился. Ну, когда мне в Белоруссии еще выдали комплимент, что у меня один и тот же зритель с Ляписом Трубецкий. Интересные люди, Ляписа, это не болезнь, это натуральная, это Ляписа по названию. Ну и в интернете это без успеха. Что вы думаете серьезного? Вот я писал об истории Руси в приходе Юрика на Русь о том, как извратили эту историю, и тому есть много доказательств. Представляете, ссылаюсь на научные работы, там что-то, да, по 20 страниц, фу, пост, 7 постов у меня было посвящено на изначальной истории Руси, и два из них вошли в топ-топ, это новое русское слово есть такое. Много новозаводских слов, вот знаете, в гостиницах русское слово новое, ресепшн. Ресепсионист очень красивый. Мы взаимопонимаем друг друга, и Редвэй говорит, не уходите от нас, наш рейд держится, я буду с вами говорить, благодаря вам и порнографии. Смотрите меня, я достиг чего-то, согласитесь вместе. Проститутка Крест, Ляпи Струбинской, Назмихалов, и порнографии на интернете. Вон на какой я уровень выставил, я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, Да, молодежи много, и молодежь, наверное, еще любят ко мне ходить, потому что я о них говорю им правду. Но я говорю с любовью. Почему с любовью? Потому что я знаю, что они способны. Это они не знают, а я знаю. У них процессор работает очень быстро. Просто знаний нет. У них у многих мозг, он такой не просто чистый, он дерзкий. Потому что, а зачем? Ни разу не пользуюсь. И у них есть один серьезный недостаток. Вот я это все говорю с любовью, потому что им никто этого не скажет, что у них экзамен принимает, компьютер сегодня, железка. у них беседы нет с учителями. То, что развивает мысль. Молодые люди не умеют пересказывать фильмы. Вы слышали, как они идут, ба-баб, там, тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр. Это же они фильмы рассказали на сегодняшний день. Да, беседовать они имеют. Мышление у них, у многих, у многих. Я не про всех говорю. СНС начинаю. Они же такие кнопкотыки. Знаете, сидят со столом взрослые. Анекдоты, пьянка, песни. И дети сидят. Слышны. Маленькие злобышки. Лица напряжённые. Перепошенные фигуры. У кланы сидели всю жизнь. У всех мобильники. Эй, хохочется. Такие кнопкотыки. А знаете, развивается тот орган, в котором поколение больше всего пользуется. Я через стол вот такой памятник. Я стоял как-то в лифтах. Лифта долго не было. Подошёл такой перчик молодой. Ну, давай. Это, знаете, шеринка ниже ходила. Ощущение, что другое-то не дошло. Ну, короче, моднялый чувак. Лифта нет, я могу лифта ждать сколько угодно. Потому что мне есть о чём надо думать. О чём? О вечном. Книжку прочитал недавно. А этому думать нечего. Он даст 15 секунд не отлик, то у него уже правая рука. 30 секунд не отлик. 40 секунд прошло, весь организм спорте. Он прошёл. Вы, ну, мобильный, естественно. Все молодые люди, когда им не о чем думать, а часто им думать не о чем, вынимают, что мобильный телефон. И он, чувствуя, набирает смс. Я допустил какую-то хорошую поступку. Я затянул через плечо. Что он там сейчас на смс? Без чего он жить не может в данный момент? Что для него самое важное? Вот, есть такой писатель, сотейник, он выступает задорно. Вот он часто говорит, ты готовы? Вот он, правда, не готовы. Он на смс. Готов? Ну ты чё? Очень важно. Без этого дальше жизнь без сердца птина. Слава богу, никто долго не было. Я продолжал смотреть через плечо, ждал ответа. Я дождался. Готовы? Ответ пришёл. Булькнул. Булькнул ответ. Я не чё, ты чё. Это очень умный разговор. Верное поколение. Я для них практически и выступаю сегодня. Чтоб они хоть немножко зацепились за что-то. Я однажды организовал субботник. Объявил на блоках, на всех своих, ну как говорят теперь, ресурсах. Давайте проведём субботник. Ну вот, вроде прикол, а вроде нет. Есть законы природы, есть законы юридические. Вот почему я это сделал. Юридические законы надо знать, чтобы тебя не посадили. А хоть быть счастливым, надо жить по закону природы. У славян ещё это сохранилось. Вообще в России это сохранилось. Потому что в России сохранилось много простых, негламурных, нормальных людей. Что должно быть в лобу? Это понятие уродов учить по красоте. И сложная фраза, да. Но молодые люди не знают, что есть законы природы. Вот встаёт солнце в утром, это закон природы. Немец, вот наш медведев, чудный человек, совершенно не явный. Я, кто-то внутри. Глаза честные. Я верю, что он не свеет. Что он даже в нефти его не дает. Не сосредоточен. Потому что он и так тащится от айпада, от айфона. И пустой дальше тащится. И как там хорошо. Но он думает, что то, что в интернете, то и есть закон. Это большая шифра. Он сменил часовые пояса. Уничтожил. И в результате вот, вы это хитрецы. Просто хорошо, у вас правильно. А перец живёт на два часа раньше. И у них полдень на три часа позже. Вы понимаете, что это сбой биологических часов в организме. А если у человека сбивается биоритом, он становится програнируем легче. И это не просто так происходит. То есть сбили знаком природы внутри биологии человеческой. Это не... Медведев не понимает этого. И не надо ему говорить. Он не поймёт. На хрен. В айфоне этого нет. Википедия в этом не написано. Безмысленно. Его как зовут. Он считает, что он может национальную идею России в Твиттере выработать. Нормально. Он даже не знает, что ограниченное число знаков не хватит для выработки национальной идеи России. И он как-то по Первому каналу сказал. Я получил месседж в Твиттере. А Первый канал для домохозяек. КОНЕЦ А у-у-у! Ты с кем сейчас взяла? Ну, с чем? Потом домохозяек это звонили, друг к другу и спрашивают, чего вы в Твиттере там? КОНЕЦ Сменив часовые пояса? Нет, но могут, конечно, да. Во Владивостоке обрадовались, решили, что теперь за 4 часа долететь на мост. И вот есть законы природы. Сегодня люди все больше отходят от природы. Они не чувствуют этого. К сожалению, эти медведи, эти руками гнать начали. И не цепануло этих манявок. Потому что, ну что, медведи, они медведи знают по мультяшкам. Вполне безобидное животное. Даже симпатичное. Тогда один говорит, а у нас, кстати, писательцы, и нацвет. Вот это, это тот, ну, сдам. Она говорит, а, а кто вход? Сережу показывает, у нее глаза такие мощные, энергичные, как фары. Она говорит, а как ваша фамилия? Один из законников говорит, а ты, а вы угадаете. Между прочим, рекомендован для внеклассного чтения. И, значит, что с вами будет. Одна к другу поворачивается и говорит, Чехов что? Пацаны замерли, как будто из-под стола шатун были. И одна к другу говорит, да не, чего Чехову голодать сделал? Это единственная причина, по которой Чехов не мог ходить. Друзья мои, старшие поколения, вы даже не представляете, что с молодежью происходит. Я с ними общаюсь много. Там же, на субботнике, боже мой, ничего не умеют. Я убил дрова. Я в костору сходил. Они не знают ничего. Они явно-то и отличают поверху Моргана. Они не умеют. Грибы могут только в гугле собрать. Они не умеют играть в шахты, не умеют в преференции, не умеют в волейбол, не умеют прыгать с места, у них нет мышц. Их мышцы накачаны мышкой компьютерной. Не у всех, у большинства. Идет, его же и на полу улицы видно, идет урод компьютерный. Сильно выросший белорусский огурец. Он идет сюда, и рука заточена под мышку. Мышц нет. Это знамя, обвисшее везде, в том погоду на плачтоке. Идет урод. Я ему говорю, хочу сидеть у компьютера. А он говорит, вы, вы колдун? Ты не колдун, посмотри на себя в зеркало. Я дальше их прыжу в длину, большинства из молодых. Я их обыгрываю в настольный теннис. Я одному сказал в лесу, там, ты знаешь, что это был подорожник? Нет. А что там уж дело, если у товарища пойдет кровь? Из носа. На ложе жгут на шею. Они ничего не вон, почему он в компьютере хорошо. Потому что они не знают ничего. Они там, в интернете, они знают все. Они красивые, они рассылают ей свои фотографии под чужими именами. Получают от баб, не их фотографии, тоже под чужими именами. Они могут признаться любви кому угодно. Они там, они могут надрубить. Они могут обматерить и смайлик. Вот так. Это честно на российское транс и смайлик. Вот, поэтому они боятся на улицу ходить. Поэтому они торчат в интернете, что если они выйдут на улицу и скажут то, что говорят в интернете, и смайлик поставят. Не будет. Им гню конкретно на доме. Они думают, что Википедия – это образование. Нет. Они очень глубоко сжимаются. Они действительно очень мало чего знают до жизни. Я понимаю, что компьютер должен быть в каждом доме. И у меня он есть. Потому что это что? Инструмент. Молотон, пассатиши, гвозди, компьютер. Да, это инструмент для более высоких технологий. Но я не могу ночь проводить в пассатишах. Они же не знали, что это за пожук лыбой такой? Что это в глазах для себя представляет? А Ширик молодежь, он назначил свою пресс-конференцию точно в то время, на которое была назначена пресс-конференция нацистов. У нацистов ни одного журналистов. Все аншлаг уже не нужно. Причем пришли националисты, нацисты. Там же знаете, сессорские демонстрации. Но это зря пугают по телевидению. Там бояться нечего. Это старые морозбатники, которые выжили из ума, они путают СССР и ГВС. Они сами не знают, где они служат. Они идут, развалюхи, их жалко. А сидел в бомж, один прикладист русский такой. Он играет на гармонт. И когда они шли, он по моему совету начал играть марш славян. И они в шаг начали. Критетовцы в шаг подглавят в ног чего-то. Вот так и надо в дружок подразиться. Но Череновские на пресс-конференции были тоже, как мы их называем, нацити. Он им, он им, он им сразу сказал, какой страны нет. И лицо главного националиста, простите, про фашистов, можно говорить любые слова, даже со сцены. Его лицо стало напоминать морду Шарпея, которому дали поджог. Два человека есть, которые всегда за словом в карман не полезут. Это Шириновский и Путин. Путин тоже молодец. Всегда умеет все ответить. Иногда в тупик загоняет патружочек. Когда он выдал, где-то на конференции в Швейцарии, что не с ним стало побрить после того, как не стало Ганди, целую за виску. Айпада блудить начали, искать, кто это. Куда-нибудь выйти на сайт Ганди. А недавно он наш аппаратовал-финоник и сказал, надо потыжить, как сцветой франциском. Где он эти выражения берет? Я один раз видел, как Путин покрасил. Это было в Чечне. У Кадырова придем спросили, кто вам дает деньги за Чечню. Он говорит, Аллах. И Путин так попросил. Говорит, зачем надо было при всем вот так выдавать? Что я на самом деле? Вообще они действительно такие разные с медведями. Так за ними интересно наблюдать. Вот я говорил, походку одна такая. а другой топ-менеджер. Этот мужик на бакискапе спустился на дно байкала. Были так удивлены рыбы на дне байкала. Никогда не видели бакискапы с мигалками. Причем у них даже животные разные. У Путина собака, у медведев, у кот. Кот не убежал. Медведев расстался с котом, потому что тот метил на его место. Но у нас герб тоже сандем. Герб же двуглавый. Причем точнят, как Путин с медведев в разные стороны. Чтоб не видеть друг друга, и только языки. И вот они сразу же в лево. А про медведев я вам скажу. Да, трогайте. Вот в России были правители, не в России, такой тинейджер, такие вторичные половые признаки. И их двигает. И мог в Америке, помните, как он счастливый был? Какие шмели счастливые были. И мог четвертый айфон подарили, он пройдет, он мог президентом России, представить. Он был счастливый, айфон подарили, Обама в Макдональдсе покормил. Они были уроды, были, но не в таком кормите. И сегодня не все полицейские уроки, есть приличные люди, бесспорно, но это же на поли... Посмотрите, что они натворили за это время, когда поверили, что они полицейские. Ну, Галиев тоже трогательный. Очень. Вот у медведева два шмеля, у этого две пчелки. Тоже как говорят, надо учить человеколюбию билиться. Давайте организуем курсы человеколюбии. Он понимает, что это такое. Опять пол страны, только от мусора. Ментов человеколюбию. А я еще предложил курсы повышения квалификации человеколюбия. Михайлов сказал сразу, что он будет петь для бинтов. Человеколюбию очень тесно будет. Они звереют лапсы. Я допустил, выступая в прямом эфире в прямом эфире. Жуткую, конечно, жуткий образ, но я вам приведу. Раз они так поступают с людьми, я имя брак. Вы представляете, вот человеколюбие курсы откроются. И там милиционеры будут получаться человеколюбие. То есть, если до этого, простите за грубое сравнение, в духе каменный плав, черенок от швабры засовывали в зад три раза, то те, кто прошли курсы, человек один раз не был. И смазанного вазелином. Обязательно. Мне иногда хочется тех, кто управляет нашей стороной, попросить вдохнуть в трубочку. Вот этот вверх и федер, что они будут вспоминать? Что он сделал? Часовые пояса сменил. Что еще? Обменил зимнее время. Поэтому зима была деплой, мы на ней поменим. Теперь сказал всех чиновников перевезти к подмостоку. Где он берет эти мысли? И каждый раз такой гордый. Я дал поручение. Каждый день я дал поручение. Поручи все, я все. Последний раз он выдал. Я дал поручение подумать. Зависли все. Как исполнить это поручение? И по-другому начали. Тогда давайте вообще что это за переименовывать? Не улучшать, а переименовывать? Школой стали переименовывать. Калыч. Калыч вообще слово Калыч. Вообще гадость какая-то. Тогда давайте дальше. Ладно, Галина не очень напишите Ломборджини. Вон Мордовия. Не очень живут. Напишите Техлас. Скорая помощь Доктор Славс. Меня спросили журналисты, как вы относитесь к криминальному? По-моему, я им правильно говорю. А журналисты иногда задают умные вопросы, желая получить умные ответы. Ну, а кому они зададут умные вопросы? Киркор, в последнее время еще говорят человеческого вам счастья. Кому-то где-то здесь не человеческое счастье, кому-то и свинячике. Но попса есть попса, что вы говорите. Я им ответил правильно, журналистам. Я радовал конечно, есть ли публичный дом? Перестал приносить доход на меня девочек, а не название публичного. Но есть нормальные люди, не надо обижать всех полицейских, милицейских, полицейских. Ко мне в Липецке подошли молодые люди и говорят, а мы считаемся милиционерами по-прежнему. Официально хоть и называемся полицейскими. И у нас дома, семьи тоже называют милиционерами. А то, представляете, они мне говорят, мы работаем в ленинском отделении полиции. Ленин в мавзолее должен назван разбасаться в этот момент, когда он узнал, наконец, что имени полиция на столах. Сейчас медведев еще все делает что-то такое, чтобы Путину еще сложнее было. Вот ему надо в жандармирование перебинать. Еще всего 50% конных полицейских, всего 50% конных полицейских в России прошли перечи с танцем. Теперь в конной полиции работают только кони. Еще некоторые новости. Михаил Ходорковский приглашил друзья Юлию Тимошенко на сайте Однокамерники. Интересно, Тимошенко дали 7 лет заказа. Ходорковскому 14 за нефтью. Не дороже. Ну, Тимошенко вы знаете, ее сейчас отвезли с головной болью в больницу. Ну, все справилось с головной болью. Легко очень. Ослабили косичку. Вообще меня когда спросили журналисты даже что вы думаете вам про Абрамовича? Я говорю безобразие посадить Абрамовича безобразие. Почему ему одного посадить? Еще пару тысяч человек надо было посадить. зато Путин своих друг голов не сдает про это, это что-то в России шансон может считаться уголовной песней. Вы знаете, что шансон это песня о любви по Франции? Ну, у нас страна глобусы. У нас считается за честь не сдавать друг к другу. Придать народ, а не сдавать друг к другу. Но началось то, о чем я мечтал. Они стали олигархи сжать друг другу. В Лондоне замечательный процесс идет. Процесс судебный. Абрамович судьбе судьбе ура начинок с конец жалко не дошло бога он бы написал повесть как по сервиса Бориса Абрамовича Романа Абрамовича причем первая фраза его началась поясня начиналась я уверен так это первый случай когда два еврея проживающих в Лондоне судятся из-за российских денег находящихся в Швейцарии. Но англичане искренне в потряске от этого заказа они не могут понять поражены Абрамович должен Грязовскому столько сколько Греция всему миру. Только у Греции кризис а у Грязовского нет вот так В Европе вообще паника была мы же были на летнее времени у нас зима была мягкая но если где-то что-то убавится в другом месте должно прибавиться В Европе была очень жесткая зима снег метили ветры в общем они кричали это настоящий русский морозы слабаки у вас еще не было настоящих русских выборов у нас в связи с выборов появилась новая легендарная личность Чуров поэтому он учил меня это новая билетка а хочу узнать результаты выбора ё-моё это реакция Прохорова на результаты выбора но с Чуровым произошел такой ну мало того что оказалось он в детстве мечтал работать на карусели работникам и кричать я сейчас всех прокачу но самое интересное вот что произошло в Москве приехал дирижировать оркестром в Большом театре польский композитор Пендерецкий он хорошо относится к России знает русский потому что в советское время обучался друг он дружит с Майдересец из Мородины и вот одно но у него есть он недавно приехал после выборов как раз он же не знал он патологически медицинский похож на Чуров когда он появился на месте дирижера начались крики сволоки иди отсюда люди думают надо же уже сюда как в голову пришло что Чуров мог на месте дирижера посмотрите как он достал всех Майдересецкая пришла объяснила он на следующий день уехал он должен оставаться в России настолько это неозвесть была к нему проявленной Чуров кстати признался что он подправил результаты выборов и заставил народ признаться правда он потом уточнил что он подправил результаты выборов в пользу оппозиции например в Чечне и в Дагестане он снизил количество голосов за Путина со 146% с достальней недавно выяснилось почему Единая Россия набрала больше всего голосов в сумасшедших домах оказывается Чуров подсчитывал еще и голоса раздающиеся в головах на этой подаче анекдот пошел по России ну как что уял быстро но я горжусь тем что мне удалось придумать этот анекдот звонит Чуру Путину говорит одна моя хорошая другая плохая давай хорошая вас выбрали а плохая за вас никто не портал с тобой у нас страна гениальная только у нас могли только у нас могли устроить спальсифицированные митинги поддержку спальсифицированных выборов причем сыру в разделенности превратилась они же пытались тоже подорганизации поняли что много истинне недовольных и тут же там кому-то из организаторов стали ручеек наладили финансовый но у наших гбшников постоит зубу наших из цру превратили в этой ситуации в цру наши могли замотать тему вот тут надо придумать вот тут недовольный митинг довольный недовольный а так недовольный довольный сыру сыру зря бабки тратили просто и люди растерялись куда идти вообще что делать ну на президенте выборов последних победил путин потому что у всех кандидатов только у него была правильная программа компьютерная программа подсчета голосов ну и кроме того он сразу сказал признался что избирательные участки оборудованы камерами какими камерами он не уточнил его кстати Барак Обама даже спросил можно Чурова в Америку он сказал не надо иначе у вас победит Единая Россия Аплодисменты А Путиным я восхищаю Кушкина он это в США президенты из актеров а у нас актеры из президента когда у него слеза вытекла я сразу сказал замирот дочек и народ расплакался над меня некоторые правда не поверили что это он думает что в этот момент его безруков играли а безруков все дни гениальный актер он может заплакать за три секунды любым глазом но я доволен что в Тамбове выпустили водку с моей подачи называется водка слеза вождя ну интересно конечно во время выбора было наблюдать за теми кто вот спорил за кого голосова очень интересно слушать как женщины спорят у нас женщины кандидата христиан относились и пытались их убирать как сексуальных простых ты почему за Прохорова вы ссорки а ты почему жижиминоскому такой чемпион безумов немножко чувство за мурши а потом когда у Прохорова а многие согласовы за Прохова такие довольны быть посредством наш третий дед создание тебе какая разница это что любезти я подумал почему на выбор есть только первое место а гран-при а приз зрительских симпатий за волю к победе за лучшую роль второго плана лучше актерская работа лучший дебют это прокурор а я еще кто больше число раз проиграл выборы путину это жири всю гай залу и сэр ну у меня тоже было я ни за кого не голосовал потому что я знаю истину голосую не голосую концовку вы сами вы говорите но прохорова немножко не стал президентом вот почему у прохорова действительно рос два метра с лишним он очень сильный человек он например мне доводилось однажды в 90-е годы с ним играть в тэрис у него подача такая что взять ее можно только случайно такая подача была еще у Ельцина только Прохоров еще и попадает Ельцина как шандар не ловишь и не видно что зато просыпется все а программ действительно сильный спортивный жены нет но поехал бы такой человек мир и о нем написали в мире к нам приехал высокий гость вот правый а сейчас пишут к нам приехал высокий гость на тяже что вы возненавидим ли вы многие страны нас представляете прохоров саркази сказал давай сфотографируем саркази может сфотографироваться с Прохором только если залезет на первом скоте сфотографии сфотографируем 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 быть людьми не выдержали ну что делать я за эти вот в кремле чиновники они переняли манеры братанов обниматься целоваться при встрече с удовольствием как они убрали из политики и обреглазили в крем на столе лежало две партии 2 уголовных дедов и мы сказали видишь твое дело право кстати в рамке пранков предвыборной агитациями киеву прохоров хотел выпустить конфеты мишка на ее могиле но не выпустил путин ответил что если так он выпустит конфеты мишка на севере по всей планете мама и папа сочинения в американских школ писать неприлично слова не хорошие унижают однополый братья и киев нормально ломить страны не лицами это поискорректно а мама папа милость они придумали юридическую замену двум словам они папе готовы родители номер один родитель а право что вы не забудете но не дай бог ведут эти не знает того закона добром я сказал ты на галю в лесу обязательно гадость проявится в душе это закон природы не юридический в википедии в этом не прочитали также как нельзя например забивать на эти там фанты фанты запивать поп-корн клей поэтому нос и понос одного кода они одинаковые функции обладают и молодежь и вы не знаете и за мусорь ну ладно банки с плянки пиво все это даже шприцы понятно использованы но труба от газов работа как она сюда попала до ближайшего газопровода километра сто километров я вопрос то есть как работает газопровод без этой трубы но когда на ёлке едет метров пять от земли гусеница трактора какой святофор богатыри и зачем ты сейчас мешков грязи больших черных полиэтиленов мы вынесли из фрагмента московного леса нас было пятьсот человек я чувствовал себя наполеоном и разлил молодежь на бригады ты направо ты на поляна ты на север и на юг ну забавно было но одна бригада убиралась на полянке на них бомжи на что делаете они говорят садорнов послал и он тебе запупухнутых пинами что мы только не выносили носки трусы русские мужские женские ну когда меня позвали они они поняли все ради чего я это задел и когда не позвали меня в кусты посмотрите посмотрите у меня был впечатлен в кустах готовы унитаз не подключен я стою действительно в непонятке я спрашиваю я уже поколение очень старшего я не могу это понять но вы молодые вы чего-то знаете чем мы не знаем как по вашему а у них нет проблем со светами они мне говорят а светолетовки а как он на вертолет попал я сегодня в принципе думаю что я больше работаю для же даже для молодых людей чтобы они слышали мысли которые день сегодня никто не скажет и в школе месяц образования нельзя называют и на базину об этом чуть позже есть я хочу предупредить некоторые проблемы моменты которые это 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 грустно но мы шутки часто скручиваются и вот скажем 10 лет назад примерно я пошутил я пошутил что юнашки должен пошить по городу я шутил я иногда пошучу а мы шуток бабки на варе он бы поделиться должен был между прочим анкас мне дать некоторые предсказания на будущее ну да они же интересуются что будет будущем боюсь что вот это будет в конце концов года в россии увеличится количество дтп после того как экзамен и повождение начнут проводить в форме егэ не сердце образования военные уступки школьникам и переменуют егэ в егэ в единая государственная гэ молодежь и голос вот они видят и солидарны со мной после того как сделают платным среднее образование вообще такое преступление в россии платное образование да это в россии и столько всего вся там и за менделеево а эти еще школьников убирают ну ладно придется после того как сделают платным среднего образования станут нередкостью такие разговоры школьников ты сейчас что упадешь да нет я на мили или пойдем и в карманем а как на математике сэкономить они будут встречать поэтому 513 год жизнь продолжится на земле греции возродить свою древнюю культуру говорить о философии на базарных площадях а вообще это потрясающие фамилии вот есть такое выражение говорящая фамилия вы знаете у нас например у русских это очень надо прислушаться фамилии у нас министры у них у всех очень говорящих если внимательно прислушаться к фамилии понимаешь что творится в том за что они отвечают вот смотрите в юстицию нас канавалово в экологии все зависит от трудных министерство обозвания на фурсила на фурсила финстово действия нас все время так скрыть ни шутка в здравоохранении полная полик с экономикой такое ощущение простите что нас каждый раз напиулина В спорте все мутком, в энергетике шматком, и при этом все верят, что идут верным Путина. Но греки наши переплюнули. Фамилия премьер-министр Гречникова, при котором начался кризис, Папандреус, уже не очень. Но щас супер, фамилия премьер-министр Гречникова, Пападос. Я реально и Пападос.